Всем привет, ребят! С вами я и вы на моем канале. Сегодня я расскажу вам всю историю Второй мировой войны. Но перед началом ролика не забудьте подписаться и поставить лайк. Добейте мне, пожалуйста, тысячу подписчиков. Всем огромное спасибо, кто это сделал. Поехали! Началом Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия начала вторжение в Польшу. За этим 3 сентября последовало объявление войны Германии со стороны Великобритании и Франции. 17 сентября с Востока в Польшу вторглись войска СССР. А в октябре страна на подписанному в августе 1939 года пакту Молотова-Риббентропа была поделена между Германией и СССР. За этим последовало стремительное завоевание Германии, Дании и Норвегии с апреля по июнь 1940 года. Франции и стран Бенелюкса – май-июнь 1940 года. Югославии – апрель 1941 года. С июня 1940 года в войне участвовала фашистская Италия, помогавшая Германии во Франции и объявившая вернувшуюся неудачней войну Греции 28 октября 1940 года. В апреле 1941 года Италия и Германия совместно смогли разбить греческую оборону и оккупировать страну. Некоторые страны добровольно стали союзниками Германии и Италии. Такими являются Венгрия, Румыния и Болгария, а также в некоторой степени Финляндия. К июню 1941 года единственным серьезным противником Германии и Италии осталась лишь Великобритания. Попытка ослабить ее не увеличалась успехом. 22 июня 1941 года Германия и ее союзники осуществили вторжение в СССР, который к этому моменту успел захватить и присоединить к себе часть Карелии, страны Прибалтики, Бассерабию и Северную Буковину. Великая Отечественная война стала решающей в дальнейшем развитие событий Второй мировой войны в Европе, а Советский Союз понес наибольшие потери в этой войне. Тем временем боевые действия шли и в Азии. Главным очагом агрессии там стала Японская империя, желавшая доминировать в этом регионе. Еще с 1931 года она несколько раз атаковала соседний Китай, в котором шла гражданская война. 7 июля 1937 года Япония развязала против Китая полномасштабную войну. 7 декабря 1941 года японская авиация и флот атаковали Перл-Харбор, что привело к вступлению в войну против стран Оси. В Соединенных Штатах Америки возник Тихоокеанский театр военных действий Второй мировой войны. На стороне Японии в боевых действиях участвовал и Таиланд. Продвижение японской армии было остановлено после поражения в битве за Мидуэй в июне 1942 года, после чего Япония одна за другим стала терять Тихоокеанские острова. Одновременно с этим начались поражения в Европе. В 1942 по 1944 года Советский Союз одержал ряд военных побед, ослабивших германскую армию. Сталинградская битва 1942 по 1943 года, Курская битва 1943 года и несколько военных операций 1944 года привели к освобождению почти всей оккупированной территории страны и переходу на сторону антигитлерской коалиции. Финляндия, Румыния и Болгария. Одновременно с этим Италия и Германия были вытеснены из Северной Африки. В Италии произошел государственный переворот. Муссолини был арестован. Новое правительство Италии заявило о выходе из войны и запросило перемирия. В июне 1944 года войска США, Великобритании и военных формирования свободной Франции открыли второй фронт в Европе, высадились в Нормандии и затем освободив Францию и другие страны Западной Европы. В 1945 году произошел окончательный коллапс стран Оси. Вторжение англо-американских войск в Германию и битву с Берлин вывели из войны нацистскую Германию, подпишавшую акт о капитуляции 8 мая 1945 года. В июле 1945 года США отправили Японии постдамскую декларацию, которую та отклонила. Вслед за этим последовали автономные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и вступление в войну СССР. 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции. На этом Вторая мировая война завершилась. По результатам Второй мировой войны, кроме территориальных изменений и репараций, впервые в мировой истории был создан международный трибунал для осуждения бывшего руководительства стран, признанных агрессорами и виновниками развязывания войны в рамках вновь созданных статей международного права бывших обязательным к исполнению и впредь. Главные виновные, признанные в развязании войны, были повешены, остальные были осуждены на различных сроках заключения. Была создана новая организация, призванная обеспечить длительный мир в Европе, Организация Объединенных Наций ООН. Деятельность, не оправдавшая себя Лиги Наций, была прекращена. Всем огромное спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца, увидимся в следующее воскресенье, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова